Александр Фест Александр Фест Александр Фест и Вы станите его выпускниками и точно так же, как и Ваши предшественники, внесете свой вклад в жизнь России, ну не только России, но и всего мира. Наш Александр Фест посвящен не только непосредственно Александру Первому, но и другим Александрам, которые внесли свой вклад в историю России. Это Александр Пушкин, который, хотя и не долгое время, но пробыл в Казани и был знаком с профессорами Казанского университета. Это Александр Гумбольд, который проезжал через Казань и тоже был в университете. Это Александра Фукс вместе со своим супругом, ректором университета Карлом Фуксом, она принимала этих гостей у себя дома в салоне. Это Александр Македонский, потому что македоноведение зародилось тоже в Казанском университете. И Александр Грибоедов, который также был в Казани и был знаком с представителями казанской интеллигенции. Поэтому наш Александр Фест посвящен всем великим Александрам, которые внесли свой вклад в историю мира и в том числе были связаны с Казанским университетом. И сегодня у нас гость, профессор высшей школы экономики, известнейший литературный критик Андрей Семенович Немазер. И тема лекции «Одиночество Пушкина». Ну а дальше Андрей Семенович расскажет сам. У нас, Андрей Семенович, вы садитесь в это кресло. И я надеюсь, что вас будут... Сидеть обязательно? Как скажут телевизионщики. Что? Телевизионщики. Сидеть обязательно? Обязательно сидеть. Да. Ох, не люблю я этого дела. Ну ладно. И я надеюсь, что после лекции мы оставим некоторое время на ваши вопросы. Добрый день. Прошу прощения, что вам пришлось меня ждать, но это с аэрофлотом, а не со мной сюжеты. Вот, возможно, вас удивила тема лекции, в ней есть некоторая дразнилка, парадоксальность, да, мы привыкли глядеть на Пушкина иначе. Однако, в самых лучших работах, посвященных историко-литературному контексту пушкинского творчества, мельчает, бледнеет то беспрецедентное, что он совершил. А в лучших концептуальных прочтениях его произведений появляется смещение, неточный акцент, искажение, вследствие того, что не принято во внимание контекстуальные связи. И даже биографически, в духовной своей биографии, Пушкин оказывается гораздо более одинок, чем был он на самом деле. Вот если снять, это финал рецензии, глубоко сочувственный, на биографию Пушкина 2002 года, написанную Сергеем Георгиевичем Бочаровым и Ириной Захаровой-Сурат, биографию краткую, но очень емкую, безусловно, значимую. Да, рецензия написана Марина Умна и Вера Лайнан, ныне возглавляющая пушкинскую группу Пушкинского дома. И вот эта грустная нота совершенно не случайна. И дело тут не сводится к конкретной книге, в которой действительно, вот я помню, как я ее читал в первый раз, все время возникало ощущение того, что вокруг Пушкина словно никого бы, никого и нет. Вот. Конечно, есть издержка, биографический жанр к такому тяготеет вообще. Но почему-то замечаем мы это именно в пушкинской ситуации, не только в связи с этой самой книжкой. Как же может быть так, когда до нас дошли совсем иного рода свидетельства? Вот хорошо знавшая Пушкина Александра Осиповна Рассет в замужестве Смирнова рассказывала позднее замечательному поэту Яков Петровичу Полонскому, он, слава богу, записал слова Пушкина. «Я такого мнения, что на свете дураков нет, у всякого есть ум. Мне не скучно ни с кем, начиная с будущника и до царя». И действительно, дальше комментирует Смирнова, да, он мог со всеми весело проводить время. Иногда с лакеями беседовал. Вот такая открытость, демократичность, да, вот мемориное свидетельство. Вот как это чувствует хороший, если не сказать, очень хороший современный поэт. Вот, обращаясь к своей тогда малолетней дочери, вот что он говорит. «Так люби же то-то, то-то, избегай, дружок, того-то, как советовал один петербургский, мещанин с кем болтал, и кот ученый, и Чедаев просвещенный, и даже Палкин Николай, ты с ним тоже поболтай». Вот и нам всем как бы предлагается поболтать, и все так хорошо и приятно и имеет под собой основание. Это стихи Тимура Кибирова, финал поэмы «Возвращение Ишилькова в Коньково». Вернемся, однако, к цитате из вот тому, что Полонский записал за Смирновой. Постановим ее контекст. «Раз я созналась Пушкину, что мало читаю, он мне говорит, послушайте, скажу я вам по секрету, что я читать терпеть не могу, многого не читал, о чем говорю, чужой ум меня стесняет». Кто помнит осьмую главу Онегина, тот помнит про то, что ум простор любит, да, и что как чужое ум теснит. И вот за этим чужое ум меня стесняет и следует, я такого мнения. И не надо здесь искать антитезы книжек, которые, дескать, Пушкин не любил, и людей, которых он, дескать, любил. Книжек он читал много, больше нашего, и мера насыщенности пушкинских текстов чужим словом, да, ну, ни в какого сомнения не вызывает. Однако давят эти самые слова, и чужой ум, да, любопытный, да, раздражающий, призывающий, от него тоже как бы не совсем хорошо становится. Не надо тут и искать оппозиции, легко ее можно придумать, да, вот есть интеллектуалы, есть простые люди, с которыми весело. Во-первых, сказано, ум подразумевается не только у будущника, но и у царя. Во-вторых, вот наше накручивание, наша возгонка демократизма, да, одно время была очень сильна, а теперь как-то стало несколько поменьше. Это, так сказать, наши оптики. Не так просто было Пушкину с окружающими. И опять, можно приводить сильные контрпримеры. Мы их не забудем. Как не забыл, скажем, Андрей Александрович Краевский, довольно плотно с Пушкиным в 36-м году общавшийся, да, я не забыл завета Пушкина, что приязнь и дружбу создал Бог, а литературу и критиков мы сами выдумали. И, видимо, тоже речи, видимо, не исключаю, что через Краевского существует эта мысль в другой записи, в воспоминаниях Алексея Дмитриевича Галахова. Дружбу сотворил Бог, а литературу состряпали мы и смертные. Так отвечал Пушкин на упреки приятелей за преувеличенные похвалы и стихотворениям друзей своих Дельвига и Братынского. Наверное, отвечал. Это надежные мемористы, серьезные люди. Наверное, отвечал, но ведь говорилось совсем другое, причем не в светском, ну, светском, литературном, тоже дружеском трепе, а в стихах. Что дружба, легкий пыл похмелья, обиды колкой разговор, обмен тщеславия, безделья или покровительство позор. Ясно, что первые строки о сверстниках, о близких, да? Покровительство позор лучших старших. Это 25-й год, да? Это, замечем, тот же год, когда написано первое из лицейских годовщин, 19 октября, да, одно с другим на другое любопытным образом накладывается. И тогда же, как вы понимаете, в том же, 25-м году, пишется четвертая глава Евгения Онегина, как вы помните, Евгений Онегин, стих Евгения Онегина наиболее, еще пластичнее, чем весь остальной пушкинский стих. Еще многоплановее и менее категоричнее, и еще более свободен от категоричности. Между тем, вот именно там в четвертой главе появляются строфы, это конец, 18-й, начало 19-й, строфы, в которой уж такая жесткость звучит, что мало не покажется. Враги его, друзья его, что может быть одно и то же, это об Онегине еще речь. Его чистили так и сяк, врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже! Уж эти мне друзья-друзья, об них недаром вспомнил я. А что? Да так, я усыпляю пустые черные мечты. Я только в скобках замечаю, что нет презренной клеветы, на чердаке в ролем врожденной, рожденной и светской чернью ободренной, что нет ни лепицы такой, ни эпиграммы площадной, который бы ваш друг с улыбкой в кругу порядочных людей без всякой злобы и затей не повторил сто крат ошибкой. А, впрочем, он за вас горой, он вас так любит, как родной. Пушкин вспоминает собственную историю, тяжелую, болезненную, страшную, много лет им переживавшись. Это конец его петербургского периода, начало 20-го года, когда Федор Толстой-американец пустил сплетню о том, что Пушкин был призван в тайную канцелярию и высечен. Что крайне оскорбительно для любого человека, а для потомственного дворянина тем более. Пушкин помнил это, как вы понимаете, в 25-м году. Вообще, Михайловск, кроме прочего, готовился к поединку с толстым американцем, с человеком страшным. Я не помню, скольких он убил на дуэлях, там за десяток выходит. Ну вот, но видел он, конечно, в этом не частный случай, да, при том, что все очень конкретно сказано, на чердаке в роли врожденной, чердак князь Шаховского. Но видел он в этом некоторую закономерность и до сенего тоже, касающуюся вот потому рядом стихотворение «Дружба» и потому в 19 октября первым, да, прославляющим «Дружбу» о дружбе новой, нелицейской. И помните, что сказано. Да, вот есть словарь Чирейского, Пушкина и его окружение. Огромное количество людей зафиксировано, но опять-таки, скольких мы еще хотим записать, не то что в друзья, а знакомые Пушкина. Да, еще за такой наш 70-е годы особенно ощутимый филологический азарт, когда вот всех надо пристегнуть. Но действительно очень широкий круг общения. И вроде бы все более-менее ладно, только вот так посмотришь на всю его жизнь, да, и подумаешь, а когда было более или менее комфортно. И ведь не о одних гонениях власти тут речь, да, отношение с властью это совершенно особый сюжет. Нельзя не заметить, что есть у Пушкина такая пьеса, называется «Моцарт и Сальери». Как вы все помните, входящее, то, что мы называем маленькими трагедиями, хотя у Пушкина этот оборот употреблен всего лишь один раз, да, он, видимо, собирался назвать опытом драматических изучений. Вот в отношении трех других маленьких трагедий совершенно ясно действует то, что Юрий Николаевич Тринянов называл двупланностью, да, когда кроме зримого сюжета, легендарно-исторического, есть отчетливое личное содержание. Ну, так с куплом рыцарей известный конфликт с отцом отражается, да. Про первое время Чумычева говорить он писан во время Боудинской, первой Боудинской осенью вокруг Холлера, и автобиографических намеков в «Каменном госте» тоже больше, чем достаточно, да. Ясно, что Моцарт Сальери долго не может не восприниматься в таком контексте. А дальше начинаются уже, конечно, наши смешные извороты, да, потому что, ну, так стал я перебирать по пальцам, да, кого только не назначали на роль Сальери, да, кому-то, то есть чей внутренний конфликт, да, вот негласный, да, не подставляли сюда. Претендентов было много. Бывали варианты комические. Например, называли Фадея Венедиктовича Булгарина, ну, который совершенно, как к нему ни относись, но на роль Сальери никак не годится. Фадей Венедиктович не дружил никогда с Александром Сергеевичем. У них был иной тип отношений, про которые я, может быть, даже несколько слов еще скажу. Ну, Тунянов видел в истории двух музыкантов, композиторов отражение отношений Пушкина и Катенина. Очень рано возникает версия Боротынского. Очень хорошо ложится в этот сюжет Вяземский. Ну, сравнительно недавно, когда появилась хорошая статья Натальи Николаевны Мазур, где рассматривали соотношения Пушкина с любомудрыми, ну, просто там в одном из писем Шевырева черным по белому сказано, Пушкин либо должен набраться ума, либо умереть молодым. Ну, улетай, и чем скорее, тем лучше, да? Это видит Бог. Ни Вяземский, ни Боротынский, ни Катенин, ни Шевырев, ни кто другой, конечно, Пушкина, ни Языков, чудесно ложащийся в этот ряд. Это Пушкин мог сказать, и тоже там, насколько твердо непонятно, что я надеюсь на Николая Языкова, как наскал, а что Языков пишет в 1924-1925 году в доверительных письмах братьям, да? И как он не хочет общаться с Пушкиным, и как ему не нравятся пушкинские стихи. Ну, взяли, изданы, слава богу, письма, в архивах даже ходить не надо. Конечно, никто из них смерти Пушкину не желал, травить его не собирался и так далее и тому подобное. Но, и, конечно, Пушкин никого, по моему скромному разумению, Пушкин никого конкретно в виду не имел. Но ощущение того, что окружающие, в том числе собратья по цеху, далеко не так уж к нему расположены, у него, безусловно, было. Может быть, поэтому он и форсировал голос, да, в отношении тех, с кем сошелся рано, да, их приподнимая. Да, заранее только хочу сказать, вот кто вне подозрений, кто совсем иначе, с кем были совсем иные отношения, это была действительно дружба, это Дельвиг. Вот никто не был дороже мне Дельвига, это сущая правда, хотя и там, видимо, были свои в последние годы заморочки. Пушкина, как с одной стороны, стоило ему появиться, как очень многие, в том числе старшие, почувствовали его масштаб. И в то же время Пушкина не переставали учить. Добро, ну, Егор Антонович Ингельгард, директор лицея, ну, вообще ему за это деньги платили, да и, ну, педагог по призванию, да. И, ну, вот я тоже в некотором роде преподаватель, когда даже одаренный студент тебе демонстрирует всеми способами скептическое отношение, несколько раздражаешься, да, а тогда, при том, что мы все стальгера, мы в общем гораздо толерантней, чем люди начала 19 века. Хорошо это или плохо, разговор совершенно другой, нездешний. Да, но ясно, что, и вообще, ну, как бы старшему положено. Поэтому несколько встревожено настороженное отношение к Рамзана, к Пушкину, ну, вещь совершенно объяснимая. Но ведь сверстники точно так же учили. Чем занимались Рылеев и Бестужев весь 25-й год? Кроме того, что готовили возмущение и зарабатывали деньги. Да, они еще объясняли Пушкину, как надо стихи писать, в какую сторону смотреть, да. Ну, вот завтра я про это буду говорить подробнее. Да? Какова мера наставительности у брат родной по музе, по судьбам, у Хильбекера в том же 24-25 годах? Ну, все совершенно понятно. Про Любомодрова уже было сказано. Как? Не надо думать. Да, вокруг Пушкина были плохие люди или плохие литераторы, или плохие критики. Хорошие были писатели. И критики замечательные. И, конечно, при этом Николай Алексеевич Полевой Пушкин вычитывает и вычитывает, что не дошел ты до настоящего романтизма, слишком там от Карамзина-Азявича, то все, пятое-десятое. Не будем плохо говорить про Николая Алексеевича Полевого. Он написал, поздравляя Пушкина с наступающим 31-м годом, написал ему, «Верьте, верьте, что глубокое почтение мое к вам никогда не изменялось и не изменится. В самой литературной неприязни ваше имя вы всегда были для меня предметом искреннего уважения, потому что вы у нас один и единственный». Да, один и единственный, это совершенно ничему не мешает. Как не мешало молодому Виссариону Григорьевичу Белинскому ну нести такое, что святых выноси, если честно читать то, что написано в литературных мечтаниях. Да, если понять, да, мы так все восхищаемся тем, что Белинский уже в 35-м году поставил Гоголева главу литературы. Гоголя, между прочим, еще не ревизор, не мертвый дух, не написавшего. Да? При жизни Пушкина. Что другое дело, что Белинский все Белинский и не случайно Анинков сохранил для нас замечательную пушкинскую формулу «это чудак меня почему-то любит». Да? Несмотря на резкие высказывания, крайне резкие высказывания у молодого Белинского. Но они все знали, что они знают как надо. А это... только стишки удачные пишет. Да? Здесь, безусловно, вот я уже об одном исключении в личном плане сказал, и в литературном плане ровно, ну, примерно так же. Собственно, исключение Дева, кроме названного Дельвига, потому что, знаете, когда одноклассник по смерти первого поэта, по смерти Державина, берется сказать про одноклассника, что он его наследник, да, вот Пушкин, он и в лесах не укроется, Лера выдаст его громким пением, это дело серьезное. И второй человек, который странным образом никогда не наставлял Пушкина, хотя мог ему давать довольно явные рекомендации, и от которого Пушкин готов был выслушать все, что угодно. Это Джуковский. Это Джуковский с 15-го года понимавший, что к чему. Не так, как Батюшков, не так, как Вяземский, не так, как Карамзин. Это можно, что называется, вот по их высказываниям ясно увидеть. И вот все знают про победителя ученика и побежденного учителя. Да вы вообще поймите, что случилось-то. Еще дописан только Руслан. Ничего нету. И надо понимать, что Джуковский как раз в промежутке, вот во второй половине десятых годов, это великий проект, совершенно не померкший до сих пор. Но вот он видел. И видел далее. Но это и были особые отношения. Совсем особые. А мы говорим о чем-то ином. При жизни учили, объясняли, как надо себе, про что надо писать, как надо быть гражданственным, как надо быть романтическим, как надо быть философским, как надо набираться позитивных знаний. Этим занимались при жизни Пушкина. Очень разные люди. Что стали делать после СМИРа? После того, как Пушкина не стало. Стали объяснять, каким Пушкин был на самом деле. В этом отношении, безусловно, первенствующая позиция занимает Николай Васильевич Гоголь. Придумавший, абсолютно переложивший, спрорицировавший себя на Пушкина прежнего и придумавший миф о том, как Пушкин его с самого начала привечал, благословлял, дарил ему сюжет ревизора, что более или менее правдоподобный сюжет «Мертвых душ», что полная ерунда. Вот достаточно просто прочесть письмо Гоголя Пушкину это самое осеннее 35-го года «Начал мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман. Будет смешно. Да? Это про тот сюжет заветный, который тебе подарили. Как вы знаете, про подарок Гоголя рассказывает только в авторской исповеди и ни одного свидетельства нету. И вот как заветный по авторской исповеди сюжет передан и значится в этот же самый момент Гоголь говорит «Только вы дайте мне еще сюжет для комедии». Никакие концы, ни с какими концами не сходятся, хотя концепция, что называется, утверделась и все как заведенные повторяют. Но дело было нету, дело, конечно, не в передаче сюжета. Дело в том, что тот Пушкин, портрет которого Гоголь со свойственной ему выразительностью и фантасмагоричностью лепит в выбранных местах и в авторской исповеди, конечно, необычайно похож на Гоголя, причем не на Гоголя тридцатых годов, а на Гоголя конца сороковых. Это не значит, что у Пушкина, что у Пушкина не было сходных, но совсем иначе интонируемых воззрений. Это, это, так сказать, первый опыт и опыт необычайно удачный. Он, мы не только проникаем, проникаемся мыслями о том, что Гоголь прямо от Пушкина происходит, хотя Гоголь происходит не от Пушкина. И вся их направленность смысловая, да, и поэтический строй прямо противоположный. Это хорошо Макар Девушкин, как мы помним, понимал, да, герой бедных людей, которого трогало станционные смотрители, приводил в ужас шинель. Да? Но дело не только в этой самой преемственности, а в том, что в Пушкина вкладывает, вкладывается своя мысль. То, чего не могли добиться современники при жизни, то сильные читатели по смерти с ним делают. Скажем, мы, конечно, тут же дернем себя за руках, скажем, а с кем так не поступают, со всеми. Только вот получается хуже. Вот с Толстым так не поиграешь. Не так, не перепишешь. И, в общем, с Тургеневым тоже так не поиграешь. Да? И с Гоголем так не поиграешь. Вот замазать позднего Гоголя. Ну, старшие коллеги меня поймут, да? Какое было положено, сколько сил было положено на удаление позднего Гоголя. Ничего не выходит. Потому что у раннего на самом деле очень многое из этого светится. А Пушкин с его широтой, уступчивостью, пластичностью, да? Вот можно и можно поворачивать. Вспомним великое торжество 80-го года. Вспомним речи Тургенева и Достоевского, из которых получается совершенно разный Пушкин. Ну, разумеется, имеющий точки пересечения. Но, разумеется, мы остаёмся в одном пространстве нашей культуры, языка, словесности, да? Но это очень разные Пушкины. И поэтому я совсем не к тому, чтобы не учитывать обе речи совершенно замечательные. Но характеризуют они Достоевского и Тургенева. Потому, может быть, лучше всего там и получилось у Александра Николаевича Островского, который больше всего особых концепций не развивалось, сказал, замечательно, да? Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет всё, что может поумнеть. Дальше возникает вопрос, что происходит с тем, а это тоже встречается вопреки Пушкина, что поумнеть не может. Вот. какому кто и как гипнозу поддаётся. Да? Мы видели, помните, Блок писал о том, что мы видели разного Пушкина, да? Блок не писал, говорил в речи о назначении поэта, да? Друга царя, друга декабристов, там. Но это его сколько бы разного Пушкина мы не видели, мы при этом совершенно твёрдо уверены, что уж раз таким его увидели, он такой и есть. Вот он есть такой, и мы к нему, и он необычайно к нам, к нашей трактовке расположен. Он готов с нами, как со всеми современниками вести диалог, он наш. Надо напомнить, что вообще-то говоря, формула «мой Пушкин», памятная нам по Брюсову и Цветаевой, скажем, что ни Брюсов и ни Цветаевой её изобрели. Её изобрёл Николай Павлович, государь-император, после их первой встречи, несостоявшиеся одноклассники наконец увиделись. Лицей, как вы помните, задумался для того, чтобы там обучались великие князья, младшие братья государя, но Николай Павлович мог быть одноклассником Пушкина. Произошла их первая встреча на коронационных торжествах 26-го года, после которой государь сказал не только, что это умнейший муж России, но и то, что это мой Пушкин. И не будем его за это винить, но ведь понятно, что всё равно слишком много на себя брал. Так вот, любой, кто говорит про моего Пушкина, берёт на себя слишком много. Для того, чтобы кто-то стал нашим, этот кто-то тоже должен этого хотеть. Да? Должен двигаться нам, каждому конкретному интерпретатору, собеседнику и так далее навстречу. Пушкин это хочет, далеко не всегда. Именно по отношениям с современниками мы это видим. Да, много кто запомнил живой разговор Пушкина, его неожиданные реакции, его искромятное веселье, то всё, пятое-десятое. Извините, пожалуйста, очень многие запомнили и другое. Нематерированные взрывы, конфликты по пустякам, да, ярость, которую нам трудно понять и холод, отторжение. Да? Вот мы вспоминали сюжет Моцарта и Сольери. Да? Мы вспоминали и по ним видели, да, сколько претендентов, все несостоятельные, а что-то есть. Но ведь у этого сюжета есть изнанка. После смерти, вскоре после смерти Пушкина, Нестор Васильевич Кукольник писал, умер Пушкин. Он был злейший враг мой. Пушкин не был злейшим врагом Кукольника. Да? И, разумеется, Кукольнику никакого зла не жил. Он просто его глубочайшим образом презирал и не считал нужным это скрывать. И если поглядеть на отношение Пушкина к младшим, да, то, ох, далеко не все оказывались в гоголевской позиции. Держать дистанцию он умел. хорошо это или плохо? Наверное, как все, что нас характеризует, да, может в разных ситуациях оборачивать, обретать разные оттенки. И здесь речь идет не просто, не о психологическом складе только, не о темпераменте, хотя Тючев имел основание сказать, ты был богов орган, живой нос, жил с знойной кровью, да, не только о темпераменте, о физическом строе, в поэтическом мире Пушкина, да, вот некоторая дистанцированность еще как ощущается. Последнее грандиозное, ну, такое, тотальное пушкинское торжество 99-й год. Да, в 200-летие большая часть аудитории этого не видела, а старшие коллеги должны помнить. И должны помнить наше тогда очень странное, многих затрагивающее, на многих из нас сказывающееся чувство. Ну, действительно, действительно, вот поверьте, праздновали. Да, телевидение тогда гораздо почти такое же отвратительное, как сейчас, но гораздо более влиятельное, чем сейчас. Ну, интернет еще только начинается. Пушкиным питало постоянно. Да, это началось задолго до, собственно, славного дня 26 мая по старому стилю. Да, это весь год крутилось. И по всем городам и весим, и бог вещь что, и книг много вышло, и даже деньги на них какие-то давали. И все ликует и поет. С одной стороны, ну, вот неплохо, с другой стороны, ах, какая пошлость. Это слово пошлость повторялось день за днем. Да, меня оно отчасти тогда раздражало, и я помню свои споры с коллегами, с друзьями, я говорил, а что, вам больше юбилей 1937 года нравится, когда отмечали меткий выстрел Дантеса с таким ли, с таким напором, да, извините, понятно, в каком году, в разгар большого террора, вам это больше нравится, или там 49-й год, тогда очень хорошо у нас все было. Не найти правильный, вот одна оценка наползает на другую. Ясно, однако, что вот та, то ликование было, кажется, последним. Дальше не только Пушкинский, но и литературный юбилей оказывается делом отодвинутым. Да, отодвинутым и абсолютно локальным. Ну, вот сегодня, там, раньше всех у кого было потом двухсотлетие, у Гончарова, да, ну, вот, есть такой великий писатель Гончаров, на этот год он великий писатель. А вот насколько велик Тургенев в 18-м году, это уже, это мы в 18-м году обсуждать будем. Разумеется, Пушкин остается в некоторой начальственной позиции, но остается глубочайшим образом по инерции. И это не менее огорчительно, чем его внешнее воздувание. Вот в том самом, 99-м внешнее воздувание неотделимое от фамильярности, от ощущения наших прав на Пушкина. Потому что, ну, один может скажет мой Пушкин, другой скажет, третий. В эту самую пору в том самом 99-м году Сергей Сергеевич Аверинцев, увы, оставивший нас довольно давно отошедший в лучший мир, писал. Да, у него замечательная статья под названием Пушкин другой. Вот что он писал о том, как его при первом чтении, ну, отроческом, поразила заметка в тейбл пушкинском о Надеждине, Николай Иванович Надеждине, замечательном вообще-то критике и важном человеке в литературном мире, как он Пушкиным показался человеком дурного тона, плохо воспитанным, в частности, потому что он поднял оброненный Пушкиным платок. И что Аверинцев рассказывает, я мальчиком почувствовал некоторый ужас, я бы, наверное, тоже платок поднял, и вот на меня бы так посмотрели. Аверинцев был не только великим ученым, но человеком поразительного внутренней большой культуры, и совершенно тут надо понять, он не обучает Пушкина хорошим манерам, он просто говорит, вот как в нем это было устроено. И пишет он, завершая эту самую статью, чувство, будто я с Пушкиным, так сказать, на дружеской ноге, мне ощутить все-таки никогда не приходилось. Далее он оговаривает, что вот это самое чувство, быть с Пушкиным на дружеской ноге, а помните, кто был с Пушкиным на дружеской ноге? На дружеской ноге был Иван Александрович Хлистаков, в который, впрочем, Николай Васильевич Гоголь вложил очень много своего. Да? Так вот, мне не приходилось, и это однако дальше. Да? Чувство это входит в ряд весьма почтенных архетипов русской культуры, от этого не избавиться, только при надвигающейся полной беспамятности мы от этого избавимся. Дальше цитируют вполне проникновенные стихи Цветаевой с сочувствием, молодой Цветаевой, и цитируют общеизвестное, незабвенное, им так сказано, а все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем песни о Курцове, у которой, вот как она появилась, очень много кто ее любит, и разделяя чувства поющего, да, вот, лирического субъекта. И дальше Аверенцев пишут, какое-то, нельзя поужинать, верзу, скачать, хоть на четверть часа, какое-то, ведь сказал же нам целый мир чужбина, отечество нам царское село, я хорошо помнил, с детства помнил, что меня в лицее не было. Вы знаете, вот всех нас в лицее не было. Это очень важно не для того, чтобы рассориться с Пушкиным, наоборот, для того, чтобы его лучше увидеть. что попишешь, не было. В этой статье, примерно тогда же написанной статьей о Пушкине и Гёте, вот этот самый пушкинский холод, уж странным образом уживающийся жаром, а верится, он был замечательно отмечен. Немцы про Гёте это лучше понимают. В конце, ну, кто читал роман Томаса Лотта Ваймаре, тот поймет, о чем я сейчас говорю, вот, инакость Гёте по отношению ко всем. В Пушкине это было. И, если вы думаете, что я сейчас буду приводить, ну, совсем бьющие, совсем, так сказать, в лоб идущие цитаты, да, из поэта, да, из поэта и толпы, из сонета 30-го года ты царь живи один, так вот, я без них, не потому, что эти стихи дурные, они стихи замечательные, да, но акцент хочется сделать на другом, хотя, между прочим, вот отторженность поэта, вот конфликт этого самого поэта и толпы, как он решается Пушкиным, ты царь живи один, доволен, так пускай толпа его бронит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет свой треножник, мне до вас дела нету, по-настоящему, вот совсем рядышком, Братынской пишет, да, чуть поище, явно помню об этом стихотворении, о пушкинском сонате пишут, что за звуки мимоходом, да, а про кей, да, ты поешь перед народом, вот поет этот самый старец, да, черня обстала злая, издеваясь над тобой, да, а прокинь же свой треножник, ты избранник, не художник, по печенью гений злой, да, отложат в здешнем мире, там, быть может, в Истинклире, будет слышен голос твой, у Братынского, чудовищная обида, он выясняет болезненно и напряженно отношения с этой толпой, как будет дальше выяснять Лермонтов, как будет дальше выяснять Некрасов, это прекрасные стихи, входящие в плоть нашу и кровь, да, но это совсем не пушкинская линия, так вот, важнее, пожалуй, для нашего разговора, даже не вот это утверждение автономии искусства, которое именно, потому что оно автономно, по Пушкину, наделено какой-то сверхсакральной силой, важнее другое, для нашего разговора, еще раз подчеркну, ты в нем лишь грохоту громов и глазу бури и волов и крику сельских пастухов и шлешь ответ, это про то, что со всеми интересно разговаривать, да, у царя свой ум, у будущника свой, тебе же нет отзыва, таков и ты поэт, это стихотворение эха, да, пишет ли Пушкин о поэте вообще, да, именно так он понимает назначение, судьбу, если угодно, проклятие и величие поэта, но, но, разумеется, это не может не применяться к себе, Пушкин и есть поэт вообще. Вот Фадей Венедиктович Булгарин, вышеупомянутый, очень интересный писатель, и отнюдь не, я совершенно не шучу и не модничаю, да, мне было интересно его читать и в ту пору, когда мне было сказано, при поступлении поступал я в аспирантуру, на дворе ставил 79-й год, имя собеседника своего называть не хочу, когда я сказал, что мне интересно про исторический роман 30-х годов, но без Булгарина не обойтись, мне было сказано, станете академиком, будете о Булгарине писать, академиком я не стал, слава богу, вот, но Булгарин интересный, сложный, путанный, но интересный писатель, вот что он писал по смерти Пушкина, он писал, жаль поэта и великого, человек был дрянной, мы все знаем, да, про их острое оппозиционное войну 30-го года, когда Булгарин действительно там про седьмую главу гадостей понаписал, ну извините, пожалуйста, после этого про восьмую главу Олегина была совершенно восторжена, стихи ему нравились, а вот человек был, а вот человек его не устраивал, и так ведь довольно со многими получается, кто-то может хотя бы развести, может хотя бы развести вот якобы дрянного человека и принять все в поэзии, а кто-то не может, и когда Писарев одергивает Белинского посмертно, подумаешь, Белинский сказал, что Пушкин поэт, а что, Шекспир не поэт, что ли? А Пушкин никакой не поэт, именно потому, что только поэт, а только, значит, велик стилист, ну и все такое условное пушкиноборчество до 60-х годов и последующее, ну да, но отрицание поэзии как таковой, ну как-то начинаешь у нас отрицать поэзию как таковой, так Пушкина и отрицаешь. Да, он живет себе по своим странным законам. Вот опять-таки по Гоголе Достоевскому, да, привыкли мы к тому, что как замечательно, что Пушкин откликается на все. Тебе ж нет отзыва. Да, коммуникабельность в жизни, пока очередная дуэль, не случится очередной разрыв. Да, с древним, значит, с испанцем испанец, с англичанином англичанин, с древним греком, древний грек. Мы любим слово протеизм по отношению к Пушкину. Оно возникает в послании Гнедича и как бы Пушкиным подхватывается. А между тем, кто, собственно, сказал, что протеизм это так уж хорошо? С какого момента протеизм и еще не превратившаяся во всемирную отзывчивость становится положительной характеристикой. Вот для Карамзина это была некоторая проблема. Он написал стихотворение где-то конец девяностых, да, протеи или несогласия стихотворца, где оправдывает возможность для поэта говорить разные вещи. мир, да, это некоторая сомнительность, да, ложь, неправда, призрак истинный, будь теперь моей богиней, пишет он в Илье Муромце, ты, которая, как бог протей, да, меняешь обличие. Это свойство поэзии, но это свойство, находящееся в некотором подозрении. Пушкина, для Пушкина же это желание менять ампуа и свое ампуа и разнообразить, ели-ка, возможно, свой мир, да, вот, неотделимо от того, что ответа не будет. И здесь мы подходим, ну, к очень важной особенности его ну, политического мировидения. Еще одна цитата из еще одного великого ученого. Это цитата из, я думаю, что ее многие опознают, это цитата из биографии Пушкина, написанной Юрием Михайловичем Лотманом, из главы последние годы. В периоды творческого подъема, в минуты, когда мысли в голове волнуются в отваге, цитируется осень, да, сознание Пушкина работало с баснословной скоростью. В эти периоды замыслы сменялись новыми замыслами, мысль обгоняла возможность воплощения. Памятниками таких напряженных полос творческой жизни оставались планы, наброски, замыслы обширных трудов и незавершенные произведения. Они не оканчивались, потому что творческая мысль спешила дальше, оставляя их позади как недостроенные дворцы, создатель которых увлечен новыми, более грандиозными планами. Да, создатель увлечен более грандиозными планами, но незавершенность остается незавершенностью. Да? И неслучайно споры о том, завершены или незавершены какие-то пушкинские тексты весьма и весьма обильны. И эта всеохватность пушкинская неотделима от другого, от его готовности брать у очень разных предшественников и современников и от очевидной конспективности его письма. Бездна пространства, сказал Гоголь о Пушкине и сказал удачно, неотделима от недоговоренности да, от сж... да, и от крайней сжатости. Ну, в свое время много разных исследователей на это обращали внимание. Что такое по объему и по проработке фактурной Борис Годунов в соотношении с любой шекспировской исторической хроникой, ну, в два раза меньше, да? Что такое капитанская дочка на фоне романов Вольтера Скотта? Ну, и что такое Онегин на фоне Донжона? Из этого мы обычно делаем смелый вывод, что наш Пушкин покруче всех будет. Вывод по меньшей мере вывод, по меньшей мере не окончен. Я не к тому, что нам мы иначе не сможем. Те, кто живет в русском языке, иначе не могут. И я иначе не могу. Но это отнюдь не доказано. Да и не может быть доказано. А вот доказано может быть то, что сжато оно и есть. И это от внешней экстенсивности подразумевает вот эту самую проблему. И с договариванием ох, как непросто получается. Какие сочинения Пушкина больше всего продолжали? Что дописывали? Если снять вопрос о 10-й главе Евгения Онегина, да, то, ну, где почти всегда это было конъюнктурно, и если снять, ну, совсем самопальные сиквелы 19-го века того же самого Евгения Онегина, то три лидирующих текста совершенно понятны. Это русалка, египетские ночи и четверостищая ночь светла в небесном поле всходит в эспер золотой, старый дождь плывет в гондоле с Дагоресей молодой. То есть пытались, вот этими вещами занимались серьезные люди. То есть пытались дописывать не пушкинские сюжеты, а Генслера Краснопольского в русалке, да, значит, Аврелия Виктора и Плутарха, да, и ну, кто только к сюжету о старом Доже и Дагорезе не обращался, Байрона, Гоффмана, да, что-то не дописывали Тазита, брошенный текст, да, не дописывали, господи, Арапа, Петра Великого, ну, тот роман, который мы с легкой руки Жуковского так называем, да, светские оставленные светские повести не дописывали, не видели этих самых перспектив, и работа Юрия Михайловича Лотмана к реконструкции пушкинского замысла об Иисусе абсолютно уникальна, это им надо было быть, да, чтобы в этом слове, да, при его аэрофотосъемке увидеть все эти перспективы. Точно так же нельзя не заметить одной вещи, и на этом я закончу. Мало того, что что-то не дописывали, что-то годами, десятилетиями, если не больше, не дочитывали, при том, что все опубликовано. Ну, известно, что поэма Анжела не имела успеха, хотя Пушкин говорил, что это его лучшее сочинение. Ну, ладно, бледная, жалкая сказка сказал молодой Билинский и повторил зрелый Билинский. На Билинского, конечно, всех собак повесить и вешать теперь можно, он нынче не в силе, но вот это сочинение, вот если вы возьмете, хорошо составленный, тогда, к 99, тогда, еще в конце 80-х, Том Пушкин в русской религиозно-философской критике, от Владимира Соловьева до поздних Франка и Федотова, вот там про поэму Анжела не сказано, ни слова, да, не видели. Борис Викторович Томашевский, в общем, великий пушкинист, в общем, говоря, об Анжеле, ну, какая-то странность зачем-то, и, собственно, до статьи того же Юрия Михайловича 1972 года этот текст не существовал, ну, словно бы не существовал. Сколько еще, да, сколько мы еще не видим, это очень серьезный вопрос, при том, что не признать успехов отечественного да и западного пушкиноведения мы не можем. Работают, биографию за биографией выпускают. Много выходит, поверьте, много путного, серьезного и важного. Ну, собственно, на этой оптимистической ноте мы остановимся. Спасибо большое. Вы поняли чрезвычайно важную и очень интересную проблему, связанную с читателем, и так или иначе, мы здесь все присутствующие, вы верно сказали, мы находимся в контексте русской культуры, мы так или иначе все равно читатели Пушкина. А скажите, пожалуйста, если бы вот, например, сейчас рядом с нами оказался Пушкин в этой аудитории, ну, хоть какая-то возможность... Убежал бы в ужасе. То есть... Я имею в виду себя, а не вас. Вы бы убежали в ужасе. Он, он, он. Не вынес бы душа поэта. Это неизбежность, это судьба любого гения или только, прежде всего, Пушкина, или с Пушкиным вообще вот особая ситуация. Вы упоминали и Гоголя, и Некрасова. Мне кажется, мне кажется, что с Пушкиным это острее, чем с кем бы то ни было. Это, еще раз подчеркну, это не упирается в проблему темперамента только. Это не биопсихологическая коллизия. это особенность его строя. Ну, кто самый большой, какое второе имя в русской литературе? Безусловно, Толстой. Вот Толстой выслушивал всех. Вот у Толстого Ясная Поляна дом открытый. Да? И он готов время свое тратить, и силы свои тратить, и на письма всем, кому не попадя отвечает, и интервью дает, хотя вообще-то терпеть их не может. При том, что, ну, ясно, что Лев Николаевич не был легким человеком. Да? Но вот вот так. Солженицына не уставали упрекать, почему он ведет себя не так, как Толстой. Да вот потому, что скорее вел себя так, как Пушкин. Есть ли вопросы у кого-нибудь из присутствующих? Ну, все ясно. Это хорошо. Спасибо вам большое, Андрей Семенович. Пожалуйста. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok